Это вопрос очень важный, поскольку множество людей и увлекаются, и занимаются, хотя это разные вещи. Одно дело увлекаться, другое дело заниматься спортом. Дело вот в чём, что здесь прежде всего, наверное, нужно ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Помните, как там мальчишка сказал? Прежде всего. Так вот, с какой целью, смотря, заниматься спортом? Есть, можно заниматься, например, с целью, чтобы действительно получить себе профессию и таким образом иметь возможность зарабатывать хлеб насущный. Ну что же, в таком случае это возможно. Можно заниматься спортом для поддержания своего здоровья, опять-таки, но что при этом самое главное? То есть причины могут быть разные. С христианской точки зрения самое главное при этом – не превращать эти занятия или этот вид спорта в идола. Вы посмотрите, что происходит с людьми, для которых тот или иной вид спорта, или те иные артисты, или те иные спортсмены становятся действительно идолами. Так их и называют фанатами. Фанатос по-гречески – это смерть. То есть когда смерть, мёртвый ничего не чувствует, он ничего не знает. Всё уже так и здесь. Люди уже, что называется, умерли на данной точке. Вот тогда это начинается уже беда. Тогда человек губит себя. Идолом не должен становиться спорт. Так же, как и ничто другое в нашей жизни. А делать то, что человек считает разумным и необходимым для своей жизни, для жизни своего тела, в частности, то почему же? Пожалуйста! Пожалуйста! Это можно! Но вот она, грань, как всегда. Как всегда требуется грань. И чтобы не переходить эту грань. Где она, эта грань? Это каждый человек может познавать в самом себе. Он видит, какова степень его увлечённости и ради чего он это делает. И, конечно, второй момент с христианской точки зрения, который чрезвычайно важен и который сопряжён вот с этой идеей идола – это тщеславие. Христианство утверждает, что что бы этот человек ни делал, что бы даже добрый он ни делал, тем более, какие бы достижения он ни имел в любой сфере жизни и деятельности, должен избегать, должен, точнее, бороться всеми силами и не допускать вот этого чувства тщеславия. Потому что тщеславие – это такое свойство, которое, по выражению отцов, уничтожает всё доброе в человеке. По крайней мере, то доброе, чем он тщеславится. В древних монастырях, даже египетских, было удивительное даже, вы знаете ли, явление, когда есть ли у какого-то подвижника, действительно, какая-то добродетель, например, или послушание, или особая молитва, или какой-то пост, ну, разные вещи. Если это становилось особенно известным всем, и все начинали говорить, то это рассматривалось ими уже как нечто отрицательное, как опасное, если хотите, греховное. Даже такие, кажется, прекрасные вещи, как молитва, пост, воздержание и так далее. То есть тщеславие, оказывается, при этом является вот тем ядом, который отравляет всё, даже самую добрую пищу может отравить. Итак, нужен ли спорт? Смотря кому, смотрю как. Ну, молодые, Господи, как-то не хочется покидать какую-нибудь там гирю или попрыгать или прочее. Ну что же, пожалуйста, пожалуйста, да, пусть позанимаются и спортом, пусть, но главное избегать при этом, если он хочет остаться христианином, избегать чувства тщеславия, бороться с этим. Это и уж тем более не делать из спорта идола. Вот уж тогда это беда. Кстати, очень интересное замечание есть у Варсонофи Оптинского, преподобный Варсонофи Оптинский. Он, между прочим, очень отрицательно относился к футболу. Как ни удивительно! Прямо даже такое выражение у него есть, что это просто бесовская даже игра. Кстати, это его высказывание оно прямо перекликается с тем, о чём пишет Иоанн Затауст, потому что в его времена, во времена Иоанна Затауста, это четвёртое столетие, очень увлекались, так сказать, конскими ресталищами. То есть вот эти вот гонки такие конские, когда ставят, закладывали там и деньги, и всё. Такие страсти разгорались. Почему Иоанн Затауст так против этого был? Почему Варсонофи Оптинский так называют? Потому что страсти накалялись до предела. Многие ставили это, знаете, на кон ставят или что-то, вот на коня ставят, так далее. Деньги – раз, тщеславие – два, отсюда зависть – три, а от зависти и злоба, и чего только нет. То есть вот эти уже состязания спортивные, состязания, они очень часто приводят к развитию таких страстей и за этими страстями таких поступков, что, боже мой, начинаются судебные дела, потому что начинаются преступления, подкупы, то есть бессовестность, то есть прямое, прямое нарушение, если хотите, всех норм, норм, даже нравственной, уж не говорю, духовной жизни. Вот здесь опасность колоссальная, поэтому спорт – хорошо, но до тех пор, пока не начинается, не начинается переход в эту ужасную, ужасную область страстей человеческих, тогда наступает действительно беда для человека и для всех тех, кто вдруг начинает поклоняться этому идолу. Продолжение следует...